С праздником, дорогие братья и сестры! Давно я не снимал видео для вас, но сегодня такой праздник, что просто не могу удержаться, хотя бы пару слов сказать. Праздник великий, двунадесятый праздник, который приводит нас к мысли о том, с чего же началась эта святость Речистой Девы Марии. Конечно, в истоках ее предки, благочестивые, святые, но вот ее лично участие в этой святости это, конечно, введение в храм, когда ее привели в Скинию, вернее, в храм, простите, и она жила в обществе благочестивых дев, женщин, училась рукоделию, изучала Писание. Играла ли Дева Мария в детские игры? Да, наверное, как все дети, ведь дети, они и растут, и развиваются, играя. Скажем, мальчик увидел, допустим, воина, и он уже играет в войну. Какие-то другие примеры дети видят. Учитель, шофер, и они играют в учителя, шофера, в дочке матери, потому что постоянно это видят в своих семьях. А что видела Дева Мария? Вот она видела этих благочестивых людей. И вот эти зрительные образы, и не только зрительные, которые получает ребенок, это очень важно для его формирования. Не какие-то страсти, ужастики по планшету, вот эти вот ужасные западные мультики порой, но именно личный пример окружающих людей очень важен. Деву Марию ввели в три годика, мы должны своих детей, а у кого-то уже и внуки, мы должны тоже ввести и в храм, и в духовную жизнь, которая сама по себе должна для ребенка быть не тяготой и каким-то таким, знаете, неприятным фактором, когда заставляют. А нужно постараться показать красоту духовной жизни, ее важность, ее сладость даже. И к этому приложить всю свою родительскую мудрость, опыт родительский, всю свою родительскую любовь. В чем да поможет всем вам Господь. Еще раз с праздником вас! Субтитры создавал DimaTorzok